Ехал куда-то сюда, сейчас крабов есть, тут ресторан, параллельно это казино и смотрите какой прикольный сервис, помните вот это моя машина, моя крошка, ее забрали, сейчас просто даешь ключи и они потом ее паркуют, вот как вы и вот эти вот примерно машины, моя, смотри, самая красивая Ресторан находится на территории казино и тут просто море людей, огромезная куча Это место называется что-то типа как ранчо, но тут вот куча всего, основное это казино и прикол в том, во-первых в казино нет окон, то есть вы теряете чувство времени, когда там находитесь Внутри казино есть отель, куча ресторанов, безлимитные напитки, куча всего, что помогает тебе остаться там подольше И что еще больше заманивает, это цифры, там максимальный джекпот 30 миллионов, везде все мигает, везде циферки крутятся, что все, больше, больше, больше джекпот И цены на автоматы, ну я там думал 10, 20, 100 долларов, на самом деле все исчисляется даже в центах, есть автоматы по одному центу В которые человек может прийти и поиграть, все сделано для того, чтобы ты спустил все свои деньги И реально, вы же понимаете, мало кто выигрывает, в основном это очень прибыльный бизнес, из-за чего вы очень много выигрываете И очередь в ресторан, в который мы пойдем, там дают тебе билетик и ты должен несколько часов ждать, для того, чтобы туда попасть Потому что сюда приезжают со всего округа, Сан-Франциско, везде, чтобы покушать крабов, это супер крутое место Так что мне надо вот идти, уже скоро наш сеанс Я знаю, что очень много людей ждали Версуса, Ксимирона и славы КПСС То есть это был не просто батл двух людей, это был батл площадок То есть есть рэп батлов, две самые главные площадки, это Слово СПБ и Версус И их представители самые главные, то есть Оксимирон и слава КПСС Это два как бы эталона этих площадок Те, кто выступают лучше всего, те, кто признаны народом, так сказать Оксимирон даже большие площадки, стадионы собирает, он признан очень неплохим рэпером И все ждали, я знаю, что очень много людей ждали Потому что тысячи постов летели о том, что оп, сейчас будет, сейчас я буду смотреть В ожидании там всякие стикеры кидали, жду, жду, жду И в итоге ресторатор, это ведущий Версуса, постоянно выкидывал в Твиттер Какие-то посты типа оп, почти, грузим и так далее В итоге у них оказались проблемы с качеством И им пришлось немножечко все переделать Из-за чего очень поздно выгрузили Выгрузили почти в час ночи по московскому времени Так как я в Америке, у меня это утро Я смог спокойно посмотреть, в отличие от всех, кто в час ночи уже вот такой вот хочет спать Было прикольно, очень много прикольного У меня есть видео на втором канале, о котором вы, конечно же, не знаете Это я тестирую алгоритмы YouTube сейчас Я рассказал полную хронику событий На этом канале, где я рассказываю все в очень коротком формате Я рассказываю самую соль В общем-то, 4 рекламы, 4 рекламы я насчитал Это не слишком много Я думал, что на вот этом вот триумфальном событии будет больше рекламы Но вы подумайте, все жалуются, что на Версусе очень много рекламы Рекламодатели хотят получить очень большой отклик На видео, которые наберут по-любому 10, 20, 30, а то и 40 миллионов просмотров По-любому рекламодатель клюнет И им надо продать больше рекламы Больше рекламы, больше денег Плюс я в перерывах, когда были вот кадры с камер Там, где видно, на какое оборудование они снимают Я заметил очень качественная петличка, что дает очень качественный звук И она также очень дорогая На камеры снимают, но они просто бомбезно дорогие С разными отражателями и с микрофонами То есть, они, наверное, даже если за один такой выпуск насобирают денег с рекламодателей Они не окупят все оборудование Просто у них это, вы понимаете, выходит периодически Почти, наверное, каждый месяц такой И оно уже окупилось давно И также много там краны всякие Плюс сама атмосфера Весь сам батл построен Батл-площадка То есть, вот этот бар построен для этого Очень-очень мне понравилось Оксимирон делал что-то, ну, непонятно что Кто смотрел батл, тот поймет В третьем раунде его оппонент как бы читал все равномерно Он держал одну и ту же планку, держал ее хорошо Мне Оксимирон симпатизирует, конечно, больше Я думал, он победит, но, увы Во втором раунде он даже не про оппонента читал рэп То есть, там надо было оппонента друг на друга Он просто о площадках То есть, да, это был батл-площадок Ну, это было так, типа На самом деле боролись два персонажа Нет, он начал именно про площадку И почти про оппонента своего Ничего не сказал В третьем раунде он вообще начал читать про книгу какую-то Которую он прочитал, когда был в Киеве И идет, идет, идет такой вот как бы разворот событий Такой и оп, и он переключается на оппонента Третий раунд был что-то среднее Сначала такое, а потом крутое Именно его оппонент, Слава КПСС, читал так больше резко, круто, быстро И было легко понимать, потому что он все как бы явное читал Оксимирон, он читает как стихи Читает прикольно И тебе надо немножечко думать Бывает, ты пропускаешь мимо ушей строчки Потому что думаешь над предыдущими Мне кажется, поэтому не все поняли сам вот цинус того, что было Так мне батл понравился Моя оценка Оправданно, Слава КПСС победил Вот я подумал, все-таки да Оксимирон, если бы он сделал все стабильно, хорошо Примерно как он Вот как первый раунд Оксимирона Если бы он сделал все таким, он бы победил Я в этом уверен Вот такое вот по этому поводу у меня мнение Я, кстати, сейчас немного обижен на Ютуб Потому что вы знаете, ни для кого не секрет Что с партнерки приходят деньги И за позапрошлый месяц выходит с партнерки Там рекламу посмотрели 40 тысяч человек Реклама показывается примерно каждому десятому человеку Потому что сейчас много видео, на которых рекламируется реклама И просто не хватает рекламы всем каждому размещать И 40 тысяч показов реклам было Я заработал, ну допустим, энное количество денег Давайте вот просто, я не буду вам называть цифры В этом месяце, вы знаете, я поднапрягся Выпускал видео 10-минутное В которых разрешен показ нескольких реклам То есть в одном видео И реально повысилось количество Там вышло 80 тысяч показов реклам То есть в два раза больше И вы думаете, так, ты, наверное, сейчас наварился в два раза больше В два раза больше денег пришло Ничего подобного Я-то на это надеялся, вы понимаете Но точно такая же сумма Я не понимаю, в два раза больше коммерческих рекламных показов А в итоге, ну что по факту По факту тот же заработок на 2 доллара больше То есть, ну, типа по сравнению с общим доходом На 2 доллара превышение Это такое, как капля в море Жалко, жалко Ютуб, ну не болей, не болей Называют это сейчас болезнь Ютуба Ютуб не болей Потому что авторам нужны деньги Я там задумал проект И мне придется отложить его на месяц позже Чтобы купить то оборудование, которое мне нужно Например Субтитры сделал DimaTorzok